Появление в магазинах Калининграда нового продукта, хлеба, кайзеровский, местные ветераны восприняли в штыки. Пожилых людей возмутило не только название, но и упаковка. На ней изображен офицерский шлем кайзеровской германской армии. Они проливали кровь в свое освобождение для того, чтобы город Кенезберг, бывший, стал городом российским. И поэтому, конечно, их может обидеть. Они скажут, что за эмблема, почему она, в честь чего. Ведь мы освобождали этот город. Как рассказали корреспонденту Клопс ТВ в областном историко-художественном музее, у ветеранов есть основания для возмущения. Военный шлем кайзеровка использовался германскими войсками в годы Первой мировой войны 1914-1918 годов. Эта война унесла жизни почти одного миллиона русских солдат. Судя по символике, это офицерский шлем кайзеровской императорской армии. То есть хлеб посвящен руководителю Германии, ну, не знаю, какой эпохи создатели этого хлеба. Может быть, у них разные вильгельмы в памяти. Но я склоняюсь к тому, что они, наверное, хотели отметить вильгельма Второго, тот, что правил в Первую мировой войну, когда Россия потеряла треть своих территорий. Представители Калининградского завода-производителя хлеба «Кайзеровский» появление нового продукта объясняют кулинарными, а не политическими причинами. Семена подсолнечника, льна – такой хлеб сейчас пользуется спросом в Европе. Немецкие рецепторы хлебопечения сейчас во всем мире и в Европе, и в России, в том числе, очень популярны булочки «Кайзеровские». Поэтому мы им на это закладывали. То есть, естественно, что никакую политическую основу под это мы не закладывали ни в коем случае. Коммерсанты говорят, что обижать ветеранов не собирались. Уже с завтрашнего дня на хлебе будет обычная черно-белая этикетка, а изображение немецкого шлема исчезнет. Кроме того, совсем скоро будет подготовлен новый макет упаковки, но никакой германской символики на нем уже точно не будет.